Думаю, что это даст очень хорошую пользу. Стать лучшим для кого-то, чем быть средним для всех. Живем больше 2-2,5 тысячи лет. Представляете, наступает время, что не надо платить за труд, надо платить за талант. Желаю вам успешного дня. Удачи! Дорогие друзья, сейчас нахожусь в Ташкенте. Участвовал в ТВ-программе для стартапов, для бизнесменов и так далее. И рассказывали, здесь было очень много хороших вопросов. Вопросы, как открывать бизнес. Вопросы были о том, что можно ли начать бизнес, набирать долги и так далее. И что некоторые ребята открывают бизнес, и потом не получается в долгах попадать. Что делать в таких случаях и так далее. Я думаю, что вы для себя много хорошего подчеркните в обязательном порядке. До встречи! Всего вам доброго! Здравствуйте, дорогие друзья! Поприветствую из Санкт-Петербурга. Ермитаж. За моей спиной. Видите, какая красота? Очень красиво. Несказуемая красота. Дорогие мои, говорят, что если вы перед каждой картинкой Ермитажа стоите по одной минуте, это займет больше трех лет. Вы знаете, это какое чудо, это какая история, какая красота. Несказуемо. Сегодня мы объездили очень многих местах по Санкт-Петербурге. Приезжайте обязательно, побывайте здесь. Это величайшая история. Знаете, построить в таких городах, построить в таких соборе, наверное, это и есть величие. Величие вообще истории вы можете видеть в этом городе. Если вы побывали в Санкт-Петербурге, напишите об этом внизу, пожалуйста, в комментариях в ваше мнение. Желаю вам успешного дня. Удачи! Дорогие друзья, поприветствую вас с города Худжанда, с Таджикистана. Знаете, три показателя успешного человека. Первый, какой образ жизни он ведет. Второе, какова у него культура и какая умственная его достижение. Чтобы, глядя на него, ты мог захотеть, мечтать быть такой, как он, умными, образованными и так далее. Третий показатель его могущества, его богатства. Чтобы, глядя на него, ты мог бы захотеть стать богатым. Три показателя. Я пытался их найти во многих местах. Первый, как он образ жизни ведет. Второе, его знания, умственные достижения. Третье, его материальные достижения. Чтобы, глядя на это, ты мог сказать, да, я вот, вот я хочу быть таким человеком. Пишите в комментариях свое мнение об этом. Друзья, поприветствую из Катара. Вот, только что прилетел из Нью-Йорка. И лечу сейчас в Малайзии, Куала-Лампур. И вот, дорогие мои, я хочу сказать кое-что. Побывая во много стран мира, путешествия с каждым днем, я начну делать такой вывод, что на самом деле наш мир становится лучше с каждым днем. Мир очень становится доступным для талантливых людей, для умных людей. Не надо жаловаться, что вам тяжело или вам трудно и так далее. Просто чему-то надо научиться. Работайте над тем, чтобы повысить свой профессионализм, свои какие-то навыки. Просто научиться чего-то делать хорошо. Будьте, понимаете, будьте максимально нужным для хоть кого-то, чем быть средним для всех. Понимаете? Станьте лучшим для кого-то, чем быть средним для всех. Тогда ваша жизнь точно будет богатей жизнью жить, хорошей жизнью жить. Станьте профессионалом в чем-то. Желаю вам успехов, удачи во всем. Пишите комментарии в своем мнении. До встречи. Добрый день, дорогие друзья. Поприветствую вас из Таджикистана. Вот сейчас нахожусь в Таджикистане. Это будущие проекты, которые я сейчас собираюсь сделать. Это ОРЦ. Я планирую делать такого где-то объемом 5000 тонн. Три штуки таких хотим построить. Один в Сахдистском области, второй в Душа-Амбе, третий в Хатлоне. С помощью Бога, с помощью Аллаха. Это один гектар теплицы, которую я построил. И еще Аллах планирую строить. Еще 10 таких разных технологий. А здесь я планирую построить такую школу. Школу Оксфорда, это город Худжан. С такой намерением идем. А здесь мои книги. Если, возможно, вы когда-нибудь читали, видели мои книги, обязательно почитайте, найдите. Думаю, что это даст очень хорошую пользу. Желаю вам успехов. Если вы хотите что-то делать, делайте что-то на веках. Мыслите на веках. А не на один день, не на неделю, не на месяц. Думайте на веках. Как сделать что-то то, что принесет пользу тысячелетиями. Успехов вам. Сейчас вот здесь мы готовимся к приезду нашего президента, уважаемого нашего президента Имамаля Рахманова. Вот здесь, видите, по делам сади. Дорогие друзья, вот сейчас идет репетиция. На встрече нашего президента. Очень хорошая подготовка. Со всех сторон дороги закрытия. А здесь вся национальная кухня. Навруза это один из самых лучших праздников таджикского народа. Вот идет подготовка хорошая. Здравствуйте, дорогие друзья. Я нахожусь в Арзобе, это Таджикистан. Рядом с Душанбе. Горная зона, очень красивое место. И так важно. Если вы когда-нибудь будете в Таджикистане, обязательно посещайте. Вот это дерево привезли из Лос-Анджелеса. Оказывается, это дерево сквой называется. Живет больше 2-2,5 тысячи лет. Представляете? В данный момент вот это дерево 100 лет живет. Я иногда сижу, думаю. А как нам, людям, сделать так, чтобы можно было жить тысячелетиями? Я думаю, что это мысли, которые проходят насквозь веках, доброта, которая проходит насквозь веках и продолжает генерировать еще доброту. То есть человека нет, но его то, что он изобрел, или то, что он строил, или то, что он создал, продолжает творить доброту и продолжает привести пользу. Таким образом любой человек может пройти насквозь веках. Пишите об этом комментарии, что вы об этом подумали. Доброе утро, дорогие друзья. Я сейчас нахожусь в ОСЕ. Это южная часть Таджикистана. Это вот за моей спиной видите вот этот дворец. Это дворец Хольбук. Это столица государства Хуталон. Это от 9 века по 10-11 век. Три века это государство существовало. Территория больше 300 гектаров. Представляете, в тех годах еще тогда была, оказывается, у них была и канализация, и были теплые полеи. Вы представляете, в тех годах еще под рекой кремическими трубами привезли кососудоводы. Представляете, если вы вдруг в Таджикистане будете, обязательно посещайте этих местах. Очень красиво. Здесь погода чудесная. Мне так понравилось здесь. Я очень гостоприемный народ. Честно скажу вам, я впервые, я сам в Таджикистане, но я впервые здесь побывал. Мне очень нравится. Если вдруг будете, добро пожаловать. Приезжайте. С добрым утром. Друзья, я нахожусь в Турции. Здесь, посмотрите, какое шикарное место для завтрака. Очень уютно построено. Очень красиво сделано. Просто чудо. Честно скажу вам, мне очень понравилось. Посмотрите здесь прямо на берегу. Здесь так красиво. Море. Очень шикарное место. Посмотрите на такой, какой дизайн. Тут там очень красиво придумано. Так, шикарно придумано. Хочу сказать, что, ребята, наступит время, когда надо платить только за талант. Уже никто вам не платит за то, что вы трудитесь. Наступает время, что не надо платить за труд, надо платить за талант. Только талантливые люди будут продолжать развивать этот мир. Потому что клиент хочет платить не просто то, что получает, а сверх того он. То, что получает, за это он готов платить. А просто за работу не будут платить. Пишите комментарии, как вы думаете об этом. Сейчас в вашей работе как это происходит. Спасибо. С ребятами, мы думаем о наших новых проектах, планируем о новых проектах, если Аллах даст, чтобы соответственно работаем. Завтрак – очень хороший место. Как называется этот район? Родили? Флория. Флория? Флория. 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 Очень уютное место. Если будете из Стамбуля, обязательно приходите здесь. Завтрака, честно скажу вам. Вот посмотрите атмосферу. Сними весь атмосфер. Да, побольше. Видите, вот туда тоже на ярость. Очень уютное место. Такой богатый завтрак. Я спрашиваю парня, что это все должны медаль не кушать? Говорит, не знаю. Кушайте, кушайте, не кушайте, заберете. Не знаю, что это делать. Очень богатый завтрак. Посмотрите, какой модель обслуживания. Это очень здорово. Отсюда сними, дорогой. Это необычно. Посмотрите, на какие посуды он его привез. Потому что это горячее, скорее всего. Поэтому древянные посуды привез его. Необычно. Ну, давайте без миллораму на это. А, я тут. Это концепция, это не страна. Это витрина, это все делали наши партнеры. Мы сейчас планируем. Хотим делать новые... Одно из наших направлений. Ножем, но в нашем магазине, Орех Маркет и так далее. Хотим, чтобы сделать хорошую концепцию, хороший дизайн. Поэтому у нас сейчас господин Хакаров с нашим партнерами общает, чтобы посмотреть. Покажите мне, расскажи мне. Почему? На какой концепцию... Сомангер, да. Семенгер, да. Приводи, да. Приводи, ты мне приводи. Не говори, не смотри на экран. Меня приводи. А делайте, то есть, потолки. Приезжаем из столов. Давайте пункты. А вас? А вас? А? 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 Это склад чего сделано на такой? Нет. Она селикон дерева, или это что? А? А, это дерева? Нет. 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 Это... В самом концепции было все-таки... И потом, и мебели тоже сами сгибают. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...